всем добра и блага ну что закончилось лето начался учебный год как говорил дедушка ленин учиться 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 а я перефразирую его эту лозунг говорю что моделировать моделировать и еще раз моделировать программу нашу возвращаясь к теме демаркации который рассказал это на сегодняшний момент для славян наиважнейшая тема славяне не только не занимаются моделировать демаркации они вообще даже и не знают что это такое и вопросом не задаются для них это жизнь необходимо про другие нации я не говорю потому что я живу на славянской территории и считаю что значит при хорошей демаркации нужно задаваться вопросом что там у них какие там извращения что там с ними происходит считаю вот эти вот их катаклизмы там и в китае и в канаде и так далее все кармические реакции с этими пожарами и так далее которая значит включает им программа обнуления ну и пожалуйста как бы решайте этот вопрос своей кармы сами считаю помогать им ничего не надо раз это карма сработала пусть создаются вопросом почему она сработала так вот основополагающие как бы скажем блокировки я уже их говорил но повторюсь потому что чем глубже в них копаешь тем нас результативнее внедрили ударили по одной щеке поставь другую возлюби врага чё за шизофрения чё сейчас при этой спецоперации они там любят врага что ли ли чё там поставляют другую щеку это дебилизм то есть специально внедряют через эти лозунги значит в голову людей дебилизм те который разрушает на корню принцип демаркации если раньше там скажем они эти описывают ситуации что даже мысли формы только они считывали мысли форму потенциальных врагов только она возникала там она сканировалась что на их территории попытка идет нападение он уже носил упреждающий энергетический магический удар по этим потенциальным врагам а здесь будет возлюби врага смотрю носить в новостях социальных сетях как какие-то там малолетки девушки заманили другую какую девочку на какую-то гору и и избили это не единичный случай о чем это говорит морти да то есть сама программа морти да если она там проникает подсознание им через сновидение то есть такое тоже может быть этот эгрегорное поле морти да это демоническая программа проликаю проникает подсознание они просто и выполняют запрограммирована понятно что там будут по отношению к ним какие-то значит включение но у этой девочки которые заманили отсутствует опять принцип демаркации она и ей родители не объяснили что что это такое то есть не обучили как нужно правильно себя вести значит какие нужно делать даже даже на интуитивном уровне а нам если бы не был достаточно включен интуитивный уровень и заблокирован генотипически ей бы интуиции подсказала что не надо никуда ходить зачем от тебя на там опасность и и аурное поле могло бы считать эту опасность далее вот это вот программа что когда значит нападают какие-то бандиты в собственном доме и там хозяин убивает этих нападавших значит настолько это законодательство уголовный кодекс не тоже несовершенно она по сути дела и качает волну в сторону криминальности что он может там то что защищал жилище там кого-то убил может присесть там лет на 7 на 8 это опять нарушение демаркации вы думаете что население особо протестует против этого нет они просто тупо констатирует факт почему прописана программа холопства то есть я вам говорю что игла осознание которая должна в эту сферу быть направлено нами и другими людьми чтобы сканировать ее пробивать эту значит это эгрегорное поле который навязывает эту программу его нет потому здесь игры что это же тонко прописаны программы с этими криминальными этими матрицами воры в законе что они их сделали модными а мода и есть моделирование то есть эти же все и фильмы там эти книжки про этих воров в законе я зашел в книжный там этих книжек полки стоят про криминальность там убил там бандит этот то есть вводит моду если она прописывается в подсознание этих малолеток то они вырастают с учетом того что криминал это круто вор в законе это авторитетный человек вот я это значит программу опять почему я акцентирую потому что мы там идет последовательность наших действий что мы сделали запрос в кармическое правление в галактический этот центр контроля и соответственно я опять туда посылаю мысли формы с протестом даже мантра вот допустим слушай какие-то там по youtube через эти мантры я опять посылаю в духовный центр свой протест что значит все кто подключить нашу программу дать демаркацию чтобы никаких вот этих экстремальных ситуаций не случалось ни с вами и с вашими детьми не с внуками то есть запустить ее дальше демаркацию по линии реинкарнации это важнейший момент а те кто прописали попадая в программу жертва палач я уже объяснял как она работает сосед там этот полицейский погоны дали с дубинку на и считает имеет право на другого соседа бить по голове что он там чем-то недоволен или там сажать на 15 суток или штрафовать спрашивать дон выражает свое мнение на каком основании ты там пытаешься ему насилие проминать это нарушение конституции они наплевали на конституцию эту не основной закон основной закон бабла проплатили посыпали там сионистской программ они его исполняют поэтому здесь важнейший момент игры не ленитесь лень и то есть программа ленина который там лежит дохлый дохляк проецирует плесень он проецирует плесень лени отсюда грил русских не хватает энтузиазма на сегодняшний момент тоже они от цели никакой нет им цель это них программа ставит них цели то есть а раз не цели они не могут транслируют собственную программу не лениться протестовать во имя есть то что есть я вызываю ангелов возмездия свой портал и протестую против 1 2 3 она работает но в процентном соотношении игре мало людей это понимает осознанности маловато мазки мозги загадили кстати лабиринт я так вижу что там не лабиринта называется лабиритма лабиритма лаби кстати связано лоб лоб чело человек значит трансляция принципа человечности лабиритм он создает ритм то есть сама разверстка этой программы она транслирует из центра пересечения вертикальности горизонтальности я же выгорел вертикальную нас господство горизонтальной власть это разные вещи власть горизонтально почему они дают помазанец божий там цари и помазанки божие они могут быть и далеко не повометники божи потому что игрок вернее это творца позитивного творца до они будут по базу и ки того бога который паразитарный а я уже говорил это очень просто, что любая настоящая система является богом, который обладает кодом доступа на следующий транслирующий уровень. Понятно, что этот бог запросто говорит, вот пришел аватар. Он может к аватару навязать любую свою программу, если там какое-то количество людей признало его по синхронизации, что он типа того там аватар. Хотя сам этот человек может быть аватаром внутри себя для себя же. Но если он принял, допустим, на себя программу жертвопалач, вот распятый Христос, мне нужно уповать. Все, он попадает в эту программу и оказывается в окопе с автоматом и стреляет против своих славян. Вот это важный фактор, потому что я говорю, что они сейчас уже включают эти вышки 5G, нашли эти частотности, срезают работу головного мозга в этом диапазоне частот, который, навязывает, агрессивность, тупое выполнение программ бездумное, противостояние против тех людей, которые выражают свою точку зрения. Я посмотрел, говорю, в этом, ВКонтакте, я иногда закидываю, там, тестирующие эти вопросы им, абсолютно нейтральные. Я как бы это уже научился там, НЛП-то я как бы почитал, знаю я, как эти НЛП включать. Так вот, на аккуратные вопросы, нейтральные, они включают такую жесткую агрессию, что я прекрасно понимаю, что это уже клейника. Это сумасшедшие люди, то есть, они там, с раздвоением этих мозгов, которые, именно раз мортида им влезла, как в эти мозги, как программа, то они будут разрушать и другого человека, и себя, через это. Отсюда, я говорю, и те все, эти, которые были здесь, и зачистки, биомассы, и потопы, и ядерные эти, значит, войны, и так далее, они все и вытекали. То есть, сама первичная-то программа, программа, которая вылезла наружу и требует инструментов для своего проявления. Вот такая вот тема. Это тонкие, тонкие нюансы. Понимаете, как Шри Аурабинда, когда, значит, я читал его автобиографию, он же тоже влиял на политические события, в том числе на эту Великую Отечественную войну, которая шла. Он делал соответствующие, посылы и он, и мать, и Сатпрем, делали, значит, проецировали супраментальный план, чтобы сгармонизировать ситуацию. И здесь то же самое, чем тоньше уровень, который мы декодировали, потому что декодировка в конечном итоге, она не выражается даже вот в этих смысловых, словесных формулах, которые я вам говорю. Она более глубокая, что вы напрямую видите это ядро эгрегора, туда направляете луч внимания, его осветляете и обнуляете. Где-то нужно сжигать. Не только там осветлять, сжигать. Осветление – это сублимация, а обнуление – это как раз сжигание. Отсюда и мантра Шива, Мнамах Шивай, которая у них же, у Шиваитов, конечный аспект вселенского этого проявления – пепел, священный пепел. Почему? Потому что нулевая точка обнуления – пепел. На сегодня все. Джа-Ом. Продвигаемся дальше. Продвигаемся дальше.